В Даугавпилсе накануне выборов можно было наблюдать ожесточенную борьбу. Сразу 13 партий хотели попасть в Думу. Во втором повеличении в городе Латвии работает наш специальный корреспондент Ольга Драгилева. Добрый день, Ольга. Какая обстановка в городе сейчас? Добрый день, коллеги. В Даугавпилсе нужно отметить сейчас достаточно холодные, периодически такие серьезные порывы ветра, но несмотря на погоду, или может быть даже благодаря ей, достаточно высокая явка. На данный момент, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали уже практически 38% населения Даугавпилса с правом голоса, а это практически столько же, сколько 4 года назад на предыдущих муниципальных выборах проголосовали за все дни голосования. То есть это значит, что активность населения достаточно высокая, явка для Даугавпилса достаточно высокая. Причину этого мы пока не будем браться называть, но, тем не менее, это факт. В предыдущий раз рассказывала вам о том, что выборы проходят в Даугавпилсе без инцидентов, но на данный момент уже некоторые вещи произошли. Например, один из местных порталов, связанный с одним из местных политиков, опубликовал некий экзит-полы, что в день выборов до закрытия участков делать нельзя. Правоохранительные структуры уже заявили, что они будут разбираться с этим вопросом и выяснить, что же там на самом деле произошло, кто опрашивал людей и почему эти данные были опубликованы. Также приходит информация о том, что некоторые люди с ограниченными возможностями или просто пожилые, у них есть сложности с голосованием, потому что на многих участках нужно подниматься на второй этаж или по даже нескольким лестничным пролетам. Но, тем не менее, всем им выносят урны для голосования либо на улицу, либо на первый этаж. И у всех в Даугавпилсе на данный момент есть возможность проголосовать. И, конечно же, о результатах выборов мы будем вам сообщать после закрытия избирательных участков.